Не так давно со мной произошла необыкновенная история, связанная с Красноярской филармонией. В прошлом году, когда в период карантина все было закрыто и была только жизнь онлайн, я каждый день читала новости в группе нашей филармонии, оставляла комментарии, участвовала в конкурсах. Летом я познакомилась еще с одной активной участницей группы. Мы стали переписываться и быстро подружились. Вот так благодаря нашей филармонии я встретила подругу и единомышленницу. Мы общаемся каждый день, обмениваемся культурными новостями, ходим вместе на концерты. Это очень здорово. Вместе мы посетили концерты нашего Красноярского симфонического оркестра, в органный зал вместе ходили. Я чаще всего посещаю концерты моего любимого симфонического оркестра или сокращенно КАСО. К каждому концерту я стараюсь готовиться. То есть раньше я собирала все произведения в плейлист согласно программе и незадолго до концерта их прослушивала. В этом сезоне планирую более серьезную подготовку. То есть помимо забора всех произведений в плейлист и прослушивания их, еще почитаю про них, про каждое. И если найду партитуру, то буду слушать и следить по партитуре. Филармония – это для меня не только то место, куда я хожу на концерты. Это особенный мир – мир музыки, мир искусства, в котором я себя чувствую очень уютно. Время, проведенное в филармонии – это и отдых, и работа для души, а также стимул к дальнейшему духовному развитию. Билетов в советское время было не достать никуда. Тем более филармонию, которая только открылась. Вообще вопросов о покупке билетов заранее вообще никогда не стояло. Вопрос стоял так. После занятий мы собираемся, идем в филармонию, идем. 40 градусов мороз, неважно. Мы не знаем даже, что там идет, потому что такого ни по телевизору не объявлялось. Тем более, какие у нас в общежитии были телевизоры, ни телефонов, ни телевизоров не было. Мы собираемся, едем. Естественно, всегда на лишний билетик. Приезжаем, узнаем. Борис Штокола. О, как хорошо-то! Я люблю, обожаю, я восхищаюсь. Я даже не знаю, там, я насытиться не могу филармонией, вот как это пришло вот тогда. И еще был такой меркантильный, такой еще интерес очень, помимо того, что мы любили концерты, потому что в филармонии был очень хороший буфет или бар, что тогда это, я не знаю. В ресторанах их было очень мало, попасть было невозможно в эти рестораны, и все это было очень дорого. Но в замечательном малом концертном зале был такой прекрасный буфет-бар, где можно было прийти, съесть бутерброд с икрой, выпить фужор шампанского. И самое было хорошее, что мы всегда там, как сказать, всегда, ну, практически туда без этого не уходили, там продавался великий дефицит советского времени. Шикарные шоколадные конфеты в коробках, красивейшие. Я до сих пор помню название этих конфет Аврора. И вот мы закупались, если мы попадали, мы покупали. Я вот прям до сих пор это помню, что вот душа прямо, вот она прямо дрожала, трепетала. И выходили, мы вообще не ощущали, что сорокоградусный мороз, и что нам теперь так добираться долго. Потому что вот этот праздник, который селился в душе, он стоил всего. Если вы видели Ивана Всеволодовича на сцене, вы, наверное, можете представить, как он, вот он просто маг. Он вот как-то, он не то, что там и дирижировал оркестр, мне кажется, он вообще дирижировал чувствами зала. Потому что мы одинаково, вот, что его, видите, мы все были подвластны его вот этой магии абсолютной. И вот как-то с той поры у меня возродилось такое огромное-огромное чувство гордости за Краснояр, за красноярских музыкантов. И, конечно, вот оно до сих пор осталось, и до сих пор замечательное. Я горжусь, я восхищаюсь, я люблю вот все коллективы филармонии. Самое главное в жизни для меня – жить счастливо. Это самое главное. И филармония – это то счастье. Вот счастьем надо жить, а не ждать, когда кто-то принесет его, придет. И вот филармония – это счастье, в котором мы живем здесь и сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok